Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Екатерина Роман. Девушки отдыхают В частности, на портале будут размещены карты избирательных участков, данные о наблюдателях и о нарушениях, фиксируемых ими. Напомню, что во вторник Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение бюллетеня за другого избирателя, а также за неоднократное голосование. По данным Центра избиркома республики в Мариел, по состоянию на начало июля зарегистрировано 548 539 избирателей. Почти половина избирателей – ежкаролинцы, более 200 тысяч человек. Вторым по численности избирателей является Волжск – около 45 тысяч человек. Среди районов республики наибольшее число избирателей в Медведевском районе – почти 54 тысячи. Знание родного языка должно стать престижным. И именно это – одно из главных условий того, что в будущем появятся новые имена в литературе и искусстве республики, которые непременно войдут в Золотой фонд культуры народов России. Поэтому программы поддержки по развитию национальной культуры и языка очень нужны регионам России. Член Президентского совета по межнациональным отношениям Лариса Яковлева несколько дней назад именно об этом рассказала президенту России Владимиру Путину. Президент поддержал. Чем еще выделилось выступление нашего уполномоченного по правам человека? И почему именно ей теперь предстоит представлять народ Мари в столь серьезной общественной организации? Об этом и не только. Вопросы напрямую Ларисе Яковлевой. Лариса Николаевна, ваше выступление на заседании Совета по межнациональным отношениям было, пожалуй, одним из самых ярких. Вы буквально всколыхнули зал тем, что поприветствовали всех на марийском языке. Мне вообще сказали, что за пять лет работы вот этого Совета по межнациональным отношениям при президенте никто на родном языке не говорил. Так что я в этом плане была первой. Лариса Николаевна, наверное, не случайно Владимир Владимирович провел именно в Вишкороле заседание Совета по межнациональным отношениям. Получается, небольшую многонациональную республику Мариэл выбрали в качестве положительного примера добрососедских отношений разных народов. Я считаю, да, наверное, так. Потому что на самом деле наша республика, ну, пример, наверное, такого многонационального мира, понимания. Почему я так говорю? Потому что вот возьмите любой праздник, да, любой национальный праздник, на нем мы присутствуем все, представители разных народов. Мы знаем вас как замечательного педагога, как депутата Государственной Думы, уполномоченного по правам человека. Буквально на днях по решению главы государства вы вошли в президентский совет по межнациональным отношениям. У вас уже есть видение вашей работы в Совете? И что в первую очередь, какие важные для республики вопросы вы будете решать на уровне страны? В Совет президентский я вошла как руководитель федеральной национально-культурной автономии морейцев. Вообще межнациональный мир и согласие – это важно всем. Любому народу, любому человеку, любой национальности. Ничего ценнее для нас, всех вместе взятых, общего, чем мир в нашем регионе, в нашей стране, да и в мире в целом. Ничего ценнее нет. Видимо, в нашей республике мы мудрые люди, и мы живем в таком межнациональном мире и согласии. На заседании Совета по межнациональным отношениям вы озвучили несколько своих предложений. Я думаю, вы понимаете, да, что предложения должны были звучать такие, которые можно транслировать на всю страну. Первое. Когда я говорила об изучении языков, а в речи Владимира Владимировича, я думаю, вы услышали, тоже был поднят очень важный, на мой взгляд, вопрос. Нельзя насильственно учить детей не, допустим, морейской национальности, морейскому языку. У нас этого в республике нет. Но есть регионы, где это сегодня происходит. И из УЗПрезидента мы слышали, что в этом плане изучение языков должно быть добровольным. Но я говорила о своей проблеме об изучении родного языка. Это другая тема. Почему нам надо, чтобы наши дети изучали родной язык? Не то, что не ленились, наверное, не это слово, но язык наш должен быть востребованным. Язык наш должен быть престижным. Ну, какие тогда поэты у нас будут через несколько лет? Кто, каких писателей мы будем современных знать через 50 лет, если наши дети сегодня не будут знать язык? Предложения у меня были такие, чтобы была грантовая поддержка на этом уровне, и на региональном, и на федеральном уровне. То есть для вот этой работы, мы проводим здесь диктант на марийском языке, да, акции у нас, я говорю по-марийски. У нас марийский язык есть в интернете, чтобы поддержать вот эту молодежь, которая сегодня активна в этом вопросе, которая сама по своей инициативе идет, работает, нужна грантовая поддержка. Вот это было мое первое предложение. Второе, по предложениям, мне очень, я сама загорелась этим, мы, Ишкар-Ала, центр театрального, финногорского театрального мира, да, искусства. У нас каждые два года приезжают сюда финногорские театры, национальный театр финногорских народов. И предложение такое, есть такие же театры у тюркиязычных народов, у северокавказских народов. Мы предложили в Москве создать единый фестиваль национальных театров. По домам дружбы тоже очень важный вопрос. Есть в очень многих регионах, в очень многих регионах России дома дружбы. Дома дружбы ведь это, во-первых, обедняющие центры, да, вот как раз каждый народ, каждая автономия, каждая общественная организация, это его дом. Это дом дружбы, где все хозяева. Не получится ли так, что в связи с новыми назначениями вы просто покинете нашу республику и переберетесь на постоянное место жительства в столицу России? Это общественная нагрузка, это совершенно не относится ни к какой смене работы. Я работаю уполномоченным по правам человека в республике Мариэл. Это моя общественная работа, федеральная автономия морейцев. И как просто руководитель федеральной автономии морейцев я вошла в этот совет. Относительно совета, там семь комиссий работают в этом совете. Вот предложение меня сделать заместителем председателя комиссии по духовному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Поэтому я думаю, что если сложится, я буду работать в этой комиссии, то мы много положительных инициатив нашей молодежи, марийской молодежи, вообще молодежи Мариэл, мы можем претворить в жизнь через этот совет. Путешествие через шесть морей или как разнообразить свой отдых неприветливым летом 2017 года. Ишкаролинец Денис Насибулин за 50 дней пересек Россию от самой южной ее точки до самой северной на квадроцикле. Впрочем, приобретенный опыт Денису пойдет действительно на пользу. Уже завтра в Мариэл стартует второй этап всероссийских соревнований квадроспорта. Подробности в нашем материале. Дербент, Грозный, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Москва и так далее. 21 крупный город за 50 дней. Денис Насибулин говорит, конечно, это не рекорд для страны, но вполне может считаться рекордом для Ишкаролы. Проехать всю Россию от самой южной до самой северной точки на квадроциклах. Не по трассам, а по лесам и бездорожью. В Мариэл на это пока не решались. Впрочем, перед самим стартом была и длительная подготовка по проработке маршрута. Ну что, снег нашли? Уже высота за две тысячи. Переигрывался маршрут несколько раз, и потом было предложено все-таки совместить две экспедиции. У компании «Формулы-7» была экспедиция. Ребята ехали на спайдерах с Владивостока и до Лиссабона. То есть с Востока на Запад всю Европу пересекали. И нам предложили пересечь Россию с юга на север. Вот. Ну и когда рисовали маршрут, просто увлеклись. Решили все-таки взять самую южную точку России. Это Дербент. И решили зацепить... Ребята ехали два океана, а мы решили зацепить шесть морей по России. То есть мы проехали Каспийское море, Черное, Азовское море. И, значит, на севере мы зацепили Балтийское, Белое и финишировали на Баренцевом море. Стартовали спортсмены в Дербенте. Финишировали на полуострове Рыбачий. Квадроциклы до Дербента уехали раньше на фуре. Так в компанию Денис пригласил брата. И, как выяснилось, очень даже не зря. Помимо ситуаций курьезных, были и опасные. Стали вы на стояночку? Как на стояночку? На морковочку. Заправиться, да. И вон там, в кустах, вон кабаны у нас. Стук восемь с поросятками. Сейчас по полю бежали. Стали тут стоят у нас. Так несколько раз в Карелии мужчины встречали медведей. По словам самого Дениса, приятного мало. Хотя мощь этого зверя впечатляет. Как выяснилось, у медведей очень плохое зрение. И они не нападают тогда, когда противники их выше. Так, воспользовавшись этими знаниями, мужчины вставали на квадроциклы, чем и отпугивали бурых хищников. Впрочем, задержки в путешествии иногда вызывали и люди в погонах. У них были антитеррористические учения в Самаре. И была легенда, что два квадроциклиста-смертника должны взорвать ЖД-вокзал и аэропорт. Естественно, они искали этих квадроциклистов. И тут мы заезжаем с братом ночью в Самару. Вызвали подозрение тем, что едем с Дагестана, сами с Мариэл, от какой-то там московской фирмы. Что-то непонятно, в общем. И пришлось, наверное, часа три мы доказывали, что все-таки мы реальные квадроциклисты, мы реальные путешественники. Они смотрели у нас фотографии в телефоне, действительно ли мы такие. И позже все-таки отпустили. За спиной у Дениса путешествие в Волгоград, на пещеры Южного Урала, на Эльбрус. Впереди тоже путешествие по России. Байкал, Алтай, Камчатка. Квадроциклист говорит, что только Россия может показать такой контраст. За 50 дней он успел и загореть, и поваляться в снегу. Снег на человеке нужно жить? Должны. Пока что это мы здесь. Высота почти 3000. Кавказ. Достаточно нас встретил достаточно тепло. То есть это было солнышко, это было более-менее. Ну, в горах, естественно, это был снег. На высоте 3000 метров мы копали снег. Были некоторые перевалы, которые мы проходили вообще первые в этом году. То есть до нас никто в этом году пройти не мог еще. Они были еще завалены снегом и откапывались на высоте 3000 метров. Вот. В юг России, то есть Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область. Это все были дожди. То есть тоже аномальная погода была. Было достаточно прохладно. То есть ночью мы ложились спать. В палатках, когда останавливались в этой области, плюс 5, плюс 4 было. Достаточно прохладно. Да, отмывают их. Впрочем, следующее путешествие на Сибулиных точно не придется на ближайшие дни. 26 июля в МРИЛ стартует второй этап открытой внедорожной квадросессии «Канам Икс Рей». Специалисты говорят, это крупнейшая квадрогонка страны. Первый этап уже прошел в Белореченске. Третий перенесет участников в Астрахань. Однако перед этим им посчастливилось познакомиться с Марийскими лесами. Общее количество участников около 100 экипажей. Общая протяженность квадрогонки более 2000 километров. Старт 26 июля на Патриарщей площади в 18.00. А после – три дня гонок по бездорожью. О, хорошая какая грязь-то. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски МРИЛ ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем ютуб-канале и группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания. ТВ и радио на Патриаршей при поддержке администрации «Ежкоролы» представляет. 5 августа. На Патриаршей площади. Самое яркое событие лета. День твоего города. Танцевальный марафон «Стартин». Невероятный городской флешмоб. Граффити-скетч-баттл. Шоу ведущих музыкантов города. И выступление экс-вокалиста дуэта «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Ты же не такая, как все. Лазерное шоу и пенная дискотека. Open Air с диджеем Антонио. Городской салют и море позитивных эмоций. 5 августа. Стань ярче. Сосветись на Патриаршей. Генеральный партнер ТНС «Энергомарий Эл». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова